Другим темам. В Министерстве культуры Новосибирской области рассказали о ближайших планах по развитию этой сферы. Так, в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» пройдет 168 мероприятий. Участие в них примут районы области, а отдельным трудовым предприятиям установят памятные доски. О других творческих планах региона расскажет Екатерина Новгородцева. Уже несколько месяцев балет можно увидеть только в онлайн-формате. На него во время пандемии перешло большинство театров Новосибирска. В офлайне из всех культурных учреждений работают только два музея – художественный и краеведческий. Двери для посетителей открыли в начале июля. Но совсем скоро у ценителей прекрасного вновь будет широкий выбор. Порадует экспозиция к юбилею «Новато» и выставка «Живо и весело» в честь 75-летия Победы, экспонаты для которой привезут из Израиля и Беларуси. Уважаемые зрители наши будущие, любимые, пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, чтобы в Новосибирской области не было такой скучности передачи заболевания. И чем меньше будут цифры, тем быстрее мы откроем наши залы. За время пандемии онлайн-формат привлек неожиданно большое количество зрителей, особенно маломобильных. А это значит, что после отмены ограничительных мер такой вариант перформансов останется доступным. Сесть в мягкие кресла театральных залов зрители не смогут как минимум до сентября. Сейчас в Министерстве культуры готовят письмо губернатору Новосибирской области с просьбой разрешить театрам начать репетиции с 1 августа. Изменения произойдут в жизни районов. В Новосибирской области отремонтируют около 300 учреждений – клубы, библиотеки, дома культуры. Всего в рамках нацпроекта «Культура» выделено более полутора миллиардов рублей. Кроме ремонта, они пойдут на закупку музыкальных инструментов и создание 20 автоклубов, благодаря которым театры города смогут выезжать в районы области. Екатерина Новгородцева, Евгений Агеев, Новости ОТС.